Добрый день, уважаемые студенты! Мы с вами продолжаем изучать историю письменности. В предыдущих лекциях мы говорили с вами о влиянии христианства на формирование. Письменности и региональных письменностей. И говорили с вами о том, что латинский запад при распространении религии по западному образцу, он в основном распространил латынь. А вот греки или греческий восток, они совершенно по-разному распространяли письменность и история греческого христианства. Это в том числе еще и история очень сложных письменных систем. Греческий восток и латинский запад это термины, которые используются для различия между двумя частями греко-римского мира. В частности, восточными регионами, где греческий язык был лингва франка. Это территории Анатолий, Греции, Балкан, Леванта и Египта. И западными частями, где латинский язык исполняет эту же самую роль. Это Магриб, Центральная, Европа, Галия, Берия, Италия и Британские острова. Во времена Римской империи сохранялся разрыв между латинскими и греческими языковыми регионами. Этому разделению способствовали административные изменения в структуре империи между III и V веками, которые в конечном итоге приводят к созданию отдельных администраций для восточной и западной части империи. После падения западной части Римской империи термины греческий восток и латинский запад стали применяться к территориям, которые ранее были частью восточной или западной части империи, а также к территориям, попадающим под действие греческой или западной части и распространения христианства. Это породило две современные дихотомии. Первая – это раскол халкидонского христианства, который развился в Европе между западным христианством, это были предшественники римского католицизма, от которого отделился в 1517 году протестантизм и восточным православием. Вторая дихотомия – это то, что европейцы традиционно рассматривали греко-римское Средиземноморье, которое простиралось от Испании до Сирии, как имеющее культурный раскол между Востоком и Западом. Культуры, связанные с историческими территориями романские, германские, скандинавские, венгерские, финские, балтийские, кельтские, католические, славяне и исторические западные церкви, центральная и западная Европа традиционно считались западными. Эти культуры приняли латынь в качестве своей линглофранка уже для религиозной среды в Средние века. Культуры, связанные с Восточной Римской империей и Российской империей – это греки, православные, славяне, румыны, грузины, в меньшей степени фракистские и анатолийские турки, албанцы и боснийцы – традиционно считались восточными и все эти культуры использовали греческий или старославянский язык в качестве линглофранка в раннем Средневековье. Отличия восточных церквей от западного христианства во многом, если не больше всего, связаны с культурой, языком и политикой. Сегодня мы говорим с вами об Армении. Это удивительная страна с древнейшим культурным наследием. Мы говорили с вами об Армении и в наших ранних лекциях. Часть лекций была посвящена рассмотрению Меруитского весьма. Там я вам говорила о том, что Армения рассматривается как регион, в котором Немрут построил башню, Вавилонскую башню, которая вызвала столпотворение. Так в легендах описывается разделение языков и оно связано с вот этой исторической территорией. Также мы говорили с вами о Хури-Таурарском письме и о том, что это тоже древнейшая культура и она связана с Арменией. Мы говорили с вами, что в принципе в истории и в археологии есть свидетельства того, что на территории Армении существовали развитые цивилизации в Бронзовом веке. И это было даже раньше, начиная с 4-го тысячелетия до н.э. Урарту как государство было основано в 860 году до н.э. А к 6-му веку до н.э. его сменила Сатрапия Армении. Есть клинописная надпись, она была найдена в Иребуни или на территории Еревана. И это доказательство того, что данный город Ереван был основан летом 782 года до н.э. царем Аргиште I. И это делает Ереван старейшим городом в мире, который документально подтвердил точную дату своего основания. Как государство или царство Армения достигает своего пика развития под руководством или царствованием Тиграна Великого в I веке до н.э. И Армения это первое государство в мире, которое принимает христианство в качестве официальной религии в конце 3-го или в начале 4-го века н.э. Официальная дата принятия Армении христианства это 301 год. Вообще Армения расположена в географически очень интересном регионе. Это высокогорье, которое со всех сторон ее окружает горы Арарат. Вы знаете, что по легендам именно там остановился ковчег Ноя. Именно оттуда начинается повторный запуск цивилизации, если можно так выразиться. Вообще, если вас заинтересует история Армении, я думаю, что вы можете потратить время и изучить эту удивительную страну с удивительными традициями, которая сохранила в себе следы очень многих древних пластов культуры. Армянский язык это индоевропейский язык и это отдельная ветвь индоевропейских языков. Для лингвистов он представляет просто колоссальный интерес, поскольку сохранил в себе некоторые очень удивительные черты. Армения это страна и территория, которая все время служила каким-то лакомым кусочком и вокруг ее всегда кипели жаркие политические и военные споры. И по сути там сохранилось множество культур, которые в итоге сливаются в удивительную армянскую культуру. Вы можете заинтересоваться или армянской музыкой, или армянским искусством, или, например, даже армянской литературой. И везде вы увидите глубочайшие традиции и очень и очень интересный уровень развития всех вот этих направлений. Но нас интересует с вами Армения в рамках развития именно письменности. И мы все-таки сузим наш разговор вот этим направлением. Армения долгое время была ареной сражения римлян и персов, и она потеряла свою независимость в 387 году и была разделена между Византийской империей и Персией. И около четырех пятых ее частей уходит под владение Персией. В Западно-Армении правили византийские полководцы. Армянский царь правил Персидской Армении, но только в качестве феодала или того, кого назначили править вот этой землей. Эти насильственные политические изменения, конечно же, повлияли на церковь. Хотя потеря гражданской независимости и раздел земли так и не смогли разрушить организацию армянской церкви или подчинить ее дух. Гонения только активизировали деятельность духовных лидеров и привели к сближению духовенства, знати и простых людей. И это тоже очень удивительная черта, которая, в принципе, может быть и не характерна для других культур. Основными событиями этого периода являются изобретение армянского алфавита, пересмотр литургии, создание церковной и национальной литературы и восстановление иерархических отношений. С этой работой, видным образом, связаны три человека. Это Месроп Маштоц, патриарх Исаак и царь Врамшапух, который сменил своего брата Хасрова IV в 389 году н.э. Вот здесь на фотографии, которая находится сверху, это армянский манускрипт V-VI века. Вы можете увидеть здесь совершенно особенную форму армянского письма. И ниже на фотографии вы видите современный армянский алфавит, который тоже имеет очень удивительную форму. И мы будем говорить с вами об этом сегодня. Ряд ученых считает, что этот алфавит происходит от греческого письма. Но вы видите, что визуального сходства с греческим письмом здесь нет. Так же, как здесь нет визуального сходства и с латинским письмом. И поэтому армянский алфавит оставляет для исследователей очень много вопросов. Хотя считается, что деятельность мисс Роба Маштоца описана лучше всего, чем были описаны биографии или легенды людей, которые считаются исторически тоже прародителями какой-то письменности. Но сложная политическая обстановка, в которой находилась Армения, она потребовала от народа, от руководителя этого народа, принятие совершенно неординарного, но гениального решения, что нужно, чтобы не потеряться в этой пучине каких-то событий, чтобы не быть ассимилированным с другими народами. И чтобы сохранить свою удивительную и привлекательную для самих себя культуру, нужно было изобрести, придумать или, может быть, продолжить какую-то собственную письменность. И эта письменность поможет сохраниться в течение, как мы увидим, веков и действительно не потеряться среди других народов. Мисс Роб Маштоц – это человек, который задокументирован в качестве или создателя армянского алфавита по некоторым версиям, или человека, который продолжает какие-то письменные традиции, мы тоже об этом будем говорить, и именно ему приписывают ту современную версию, которая доходит до нас со временем создания Мисс Роб Маштоцем, вот этой системы письма. Он родился в семье, как сказано, из дома Азата, так описывает Анания Ширакаци, в селении Хацитап в Тарони, и он умер в Агаршапате. Его отца звали Вардан. Его ученик и биограф Курюн рассказывает, что Маштоц, в своей работе он не называет его как Мисс Роб, получил очень хорошее образование, он знал греческий и персидский языки. За свою набожность и ученость Мисс Роб был назначен секретарем царя Хасрова IV. Его обязанностью было писать на греческом и персидском указы, и через какое-то время он оставляет вот эту государственную службу, выбирает для себя путь служения Богу, принимает священный сан и удаляется в монастырь с некоторыми избранными последователями. Там, как описывает Курюн, он практиковал великие аскезы, терпя голод и жажду, холод и нищету. Он питался овощами, носил рубаху, спал на земле и часто проводил целые ночи в молитвах и изучении священного писания. Такую жизнь он продолжал в течение нескольких лет. В 394 году с помощью благословения католикоса Армении Саака Портева Мисс Роб отправился с миссией распространения Слова Божьего язычникам или полуязычникам. Очень важно понимать, что Армения до принятия христианства была страной, в которой был зороастризм. Зороастризм – это очень сложная религия. Это религия с очень сложной космогонией и философией. И очень важно понимать, что это была письменная религия, потому что устно такие традиции передать было, но если невозможно, то практически очень сложно. Мисс Роб провел некоторое время в монастыре, готовя себя к миссионерской деятельности. Далее он начинает проповедовать Евангелие в районе Гохте у реки Аракс, и здесь он обращает в христианство многих еретиков и язычников. Он испытывает большие сложности, когда обучает людей Евангелию, поскольку он здесь не использует собственный армянский алфавит, а вместо этого он пытается использовать греческие, или персидские, или сирийские скрипты. И ни одна из этих систем не подходит для передачи многих сложных звуков армянского языка. И получается, что священное писание и литургия, которые приходят в Армению, например, на сирийском языке, они тоже непонятны для верующих. И отсюда возникает постоянная потребность в том, чтобы были письменные и устные переводчики для объяснения Слова Божьего людям. Через какое-то время кто-то говорит, что это было исключительно желанием и срубом Аштоца, кто-то говорит о том, что всё-таки это Исаак, патриарх Исаак, и царь Врамшапух наталкивают его на это решение. В любом случае, через какое-то время, отвергнув все имеющиеся уже в его наличии версии письменных скриптов, Месров Маштоц отправляется лично в Северную Месопотамию для того, чтобы вести научную деятельность и создать полноценный алфавит. И он посещает вместе со своими последователями три города. Это Амит, Эдеса и Самусата. После долгих научных изысканий Месров изучает различные алфавитные письменные системы в Эдесе. И существует свидетельство, что он работал там в библиотеке. И были люди, которые ему, скажем так, помогали, ну что-то объясняли или что-то показывали. И к 405-406 годам Маштоц создает 36-ти буквенный армянский алфавит. Известно, что в ходе своего вот этого научного визита Маштоц побывал в Эдесском книгохранилище. И именно там он вел свои основные научные изыскания. В работе над созданием алфавита Маштоц использовал как греческую, так и другие системы письма. Вы должны понимать, что тот вопрос, который вообще стоял перед Месропом Маштоцем, он действительно был очень сложным, поскольку армянский язык в то время делился на несколько десятков диалектов. И нужно было определить фонетические нормы для общего литературного языка. И в итоге в алфавите Маштоца 7 букв передавали гласные, а 29 согласные звуки. Нужно было ему выбрать один из видов письма. И он выбирает направление слева направо, как в греческом, или, может быть, он мог бы выбрать наоборот, справа налево, как в ассирийском. Он должен был решить, можно ли выбирать отдельные буквы для гласных звуков или создавать диакритические знаки для их обозначения и так далее. То есть, конечно, это была сложнейшая задача. Ну, сложно сказать, в какой степени здесь играли роль и другие люди, которые, несомненно, помогали Маштоцу в разработке вот этой письменной версии армянского алфавита. Как описывают его жизнь армянские биографы, Месроп консультировался по этому поводу с епископом Месопотамии Даниилом и с монахом Иссамусатой Руфином. Получается, что где-то, возможно, с их помощью считается так же, что с помощью и патриарха Исаака, и царя Врамшапуха он придает определенную форму вот армянским буквам, и они приобретают тот вид, который потом они имеют. И все-таки почему-то ряд ученых настаивает на том, что из греческой системы письма происходит алфавит, но существуют исследователи, которые говорят, что этот алфавит все-таки имеет корни другие и, например, происходит от авистийского алфавита. Сначала Месроп создает систему письма, которая состоит из 36 букв, и в XII веке к ней добавляются еще две буквы. В древних армянских рукописях использовалось много лигатур, то есть это когда две буквы написаны вместе или слоги накладываются друг на друга, все это, конечно, усложняет прочтением. Вообще, то есть вы видите, что это действительно очень сложный алфавит, и у него такая круглая, да, какая-то форма, то есть он не похож ни на греческий, ни на латинский, но все равно в любом случае заслуга Месропа и всех тех людей, кто стоял за этой идеей, она огромна, поскольку она создает именно армянскую письменность и консолидирует армянскую нацию, которая держится благодаря своим традициям и не растворяется в других народах. В XVIII-XIX веках армянский алфавит также используется и в Османской империи. И единственное, что объединяет напрямую вот армянскую систему письма с греческой, это то, что направление письма это слева направо. Но сам порядок названия вот этих вот букв, то есть несмотря на то, что они не похожи ни на греческий, ни на латинский, сам порядок, айт, бет, гимн и так далее, он все-таки заимствован из греческого языка. То есть последовательность присвоения звука и расположения греческая, а вот форма, мне кажется, все-таки нет. Дело в том, что вообще история армянского письма, она вызывает очень много вопросов у исследователей. И еще получается, что вот в этой истории большую роль играет история о Даниловых письменах. То есть этот алфавит появляется раньше, чем алфавит Мисропа Маштоца. И считается, что по каким-то причинам Мисроп Маштоц тоже был им не совсем удовлетворен. И далее, именно из-за того, что вот эта система письма не подходит для армянского языка, и вот он, и люди, которые помогли ему принять это решение, он начинает его усовершенствовать. Но это говорит о том, что письменная традиция в Армении существовала. Маловероятно, что она прерывалась, и поэтому, в принципе, совершенно неправильно считать, что армяне были без письменной культуры. Ряд моментов указывает на это, и далее, когда мы будем говорить с вами о том, какие сохранились сведения о том, что была письменность у армян и до Месропа, вы тоже увидите, что на самом деле армяне всегда на протяжении исторического своего развития были, в принципе, именно очень грамотной нацией. Далее, когда Месроп полностью кодифицирует вот эти буквы, он возвращается в Армению, и далее он начинает распространять свое учение, и ему оказывают очень большую поддержку и патриарх, и царь. Месроп в итоге основал множество школ в разных частях страны, и в этих школах молодежь обучается вот этому новому алфавиту. Исторически доказано, что сам преподобный Месроп преподавал в монастыре Амарас в Арцахском районе Армении. Но его деятельность не ограничивается в Восточной Армении. Он получает письмо от Исаака, отправляется в Константинополь, и там от императора Феодосия Младшего он получает разрешение проповедовать и учить на армянском языке с помощью армянской системы письма. И далее, когда он возвращается в Восточную Армению, он докладывает патриарху о том, что теперь у него вот такая есть разрешенная миссия. И дальше он начинает беспокоиться о том, чтобы обеспечить своих соотечественников соответствующей религиозной литературой. Месроп Маштод собирает вокруг себя многочисленных учеников и последователей. Некоторых он отправляет в Эдессу, а некоторых в Константинополь, в Афины, Антиохию, Александрию и другие учебные образовательные центры для того, чтобы они изучали греческий язык и привезли оттуда шедевры греческой литературы, соответственно, для того, чтобы потом их перевести на армянский язык. самыми известными учениками Месропа Маштодца были Иоанн Эгегитский, Иосиф Богинский, Езник, Корюн, о котором мы с вами говорили в начале лекции, Моисей Хоренский и Джон Мандакуни. Первым памятником армянской литературы считается версия священного Писания. Когда эту работу начинает Исаак, вот Патриарх Исаак, далее он делает перевод Библии с сирийского текста, это происходит около 410 года нашей эры. Эту работу почему-то сочли несовершенной, поскольку вскоре после этого в Одессу для перевода священного Писания послали Иоанна Эгегийцкого и Иосифа Богинского. Они доехали до Константинополя и оттуда привезли с собой подлинные копии греческого текста. С помощью других копий, полученных из Александрии, Библия была снова переведена с греческого языка, уже в соответствии с текстом септуагинтой и оригеном. И эта версия, которая сейчас используется армянской церковью, завершается около 434 года. Но, как я вам уже сказала, существуют версии, и они достаточно интересные в своем существовании. Это версия о том, что армянский алфавит существовал, если не алфавит, то армянская письменность существовала и до Месропа Маштоца. Один из классических рассказов исходит от Филона Александрейского, годы его жизни 20-й год до нашей эры, 50-й год нашей эры. Он в своих трудах отмечает, что работы греческого философа и историка Метродора Скепсиса, который жил около 145-го года до нашей эры и умер в 70-м году нашей эры. Эта работа называлась «О животных», она была переведена на армянский язык. Метродор был близким другом и придворным историком армянского царя Тиграна Великого. Он также написал его биографию. И отсюда возникает вопрос, что на каком же языке он ее написал. Видимо, все-таки на армянском. Римский богослов 3-го века Ипполит Римский и годы его жизни 170-й 235-й годы нашей эры в своих хрониках, описывая своего современника императора Севера Александра, который правил в 208-м 235-м году нашей эры, он описывает, что армяне относятся к числу тех народов, у которых есть свой собственный алфавит. Филострат Афинянин Софии 2-го и 3-го веков нашей эры писал И они говорят, что однажды в Памфилии была поймана леопардия, которая носила цепь на шее и цепь была из золота и на ней было начертано армянскими буквами царь Арсак Несийскому богу. Ну далее исследователи также приводят ряд доказательств того, что и доми сропа были вот у армян свои письменности. Это эти историки и ученые это Муфсес Хоренский, Бардессан и Десский и например также ряд исследователей, которые описывали например правление Тиграна, они отмечают, что допустим кто-то переводит армянскую книгу на армейский язык или они пишут, что там допустим царь Тигран воздвиг памятник на могиле своего брата с надписью и это был метроистский первосвященник царства Великой Армении Мавжаном. Кроме того ученые считают, что существует еще одно важное доказательство существования алфавита до Месропа Маштоца, потому что в армянский языческий пантеон входил бог Тир и он был покровителем письменности и науки. Но я бы могла продолжать все эти вещи, потому что очень много действительно описано, что были армянские надписи языческих царей древности и когда мы с вами говорили о Хурито-Урарском письме, мы тоже говорили с вами о том, что находят следы именно армянской системы письма и все-таки это все позволяет считать, что Месроп видел или знал какой-то прототип армянского алфавита именно возможно то, что он хотел восстановить какую-то древнюю систему письма, придать ей второе дыхание, может быть он добавил в эту систему письма гласные, в любом случае может быть именно это и объясняет, что Месроп Маштоц отказывается и от греческого письма для армянского алфавита и от латинского и от какого угодно другого то есть возможно что в самой форме вот этих букв лежит какая-то более древняя идея и тогда получается что Маштоц возрождает какую-то древнюю армянскую традицию что в таком случае все-таки говорит о том что культура для Маштоца и древней традиции и были той самой первой задачей которую он ставит для распространения письменности уже в связи с принятием христианства но ученые все-таки рассматривают разные версии вот почему возникает именно такая форма письма на пехлеви писали в Армении тоже до введения христианства в ходу конечно там были и тот же сирийский язык или зоро-астрийская система письма но считается что армянское письмо имеет некоторое сходство с обоими но все-таки не полностью все что мы видим напрямую это то что именно порядок письма слева направо и само вот звуковое наполнение вот это да заимствовано из греческого а все остальное вызывает очень много вопросов самым ранним известным примером использования армянской письменности уже на алфавите миштопа месропа масштодца является дарственная надпись над западной дверью церкви святого саркиса в текоре судя по тем лицам которые упомянуты в надписи она датируется 480 годом самый ранее известный сохранившийся пример применения армянского алфавита за пределами Армении это мозаичная надпись середины 6 века в часовне святого Палиевкта в Иерусалиме папирус который был обнаружен в 1892 году в Фаюме он содержал греческие слова но они были написаны армянским письмом и по историческим причинам он датируется периодом до арабского завоевания Египта то есть до 640 года а по палеографическим данным 6 веком и возможно даже концом 5 века сейчас этот папирус находится в национальной библиотеке Франции самые ранние рукописи из сохранившихся рукописи на армянском языке с использованием армянского письма датируется 7-8 веком до нашей эры конечно история армянского алфавита уже после христианизации Армении она очень тесно связана с именем Мисропа Маштоца и это правильно поскольку все равно деятельность этого человека заслуживает самого большого уважения и на самом деле это очень важная историческая миссия которая в принципе действительно выполняет свою роль в течение веков она консолидирует и сохраняет и армянский народ и армянскую литературу и конечно армянское христианство одно из самых древних христианств направлений христианства в мире и эта традиция как официальная религия держится тоже самых ранних моментов официального принятия христианства практически в каждом городе Армении есть улица имени Маштоца Перевани улица Маштоца одна из важнейших в центре города и ему посвящены также многочисленные памятники они могут находиться в церкви они могут находиться просто в каких-то центрах города есть и памятники посвященные именно армянскому алфавиту когда-то когда был Советский Союз марки с изображениями Сропа Маштоца выпускались в принципе на постоянной основе в 1993 году в Армении создается орден Святого Месропа Маштоца и эта высокая награда присуждается за выдающиеся достижения в области развития Армении или за достижения в области науки культуры образования государственной службы или для осуществления деятельности способствующей развитию в данных областях если вас заинтересует история изобретения армянского письма если вас заинтересуют биографиями Сропа Маштоца или всех тех людей которые были связаны с возникновением письменности если вас просто заинтересует подвиг во имя своего народа как это сделал Мисрок Маштоц вы можете изучить этот материал самостоятельно в любом случае армянское письмо оставляет исследователям много загадок и это очень красивая письменность которая сохраняет традиции на протяжении веков она сохранилась вплоть до нашего времени и я надеюсь на то что исследования связанные с армянской письменностью и в том числе исследования которые будут связаны с изучением письменности и доме сропа Маштоца будут продолжаться вы видите что в 21 веке происходит неожиданный всплеск интереса и мы все больше и больше узнаем о каких-то видах письма в 2004 году на английском языке выходит исследование посвященное как раз описанию того что Мисров Маштоц каким-то образом частично реанимировал древнюю армянскую письменность и продолжил уже дальше в ее новой версии и тогда это говорит о том что армянский алфавит это более древняя система письма с более древними традициями и Мисров Маштоц придал ей второе дыхание и собственно конечно все равно его заслуга очень велика поскольку система письменности это важная история культуры человека это важная история культуры человечества и это конечно наша с вами общая человеческая история а сейчас спасибо за внимание